Всем привет и хай, с вами Амир Хай, и сорян за простуженный голос. Ммм, да, я, конечно, выгляжу как тот еще овощ, но у меня есть оправдание, я болею. Эээ, меня не было на ютубе буквально пару дней, думаю, в этом ничего страшного нету. Вы, наверное, думали, что я вернусь с чем-то грандиозным. Эээ, вы почти угадали. Я буду делать бит из смеха. Ну, точнее, я его уже сделал, вам просто покажу как. И да, это было не так, что я сидел такой, блин, шо бы сделать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, из этого бит буду делать. Эээ, нет, все было не так, на самом деле, мне мой друг отправил голосовое сообщение, где он смеялся, как какой-то маньяк. Если для вас это не жеза, то, ну, соболезную. Ну, а когда я услышал этот просто гениальный смех, я понял, что из этого нужно что-то сделать. Ну, а так как я бездарь, максимум, что я могу сделать, это бит. Ну, и давайте я его вам покажу. Не просто так же я начал этот видос снимать. Я был бы не я, если бы опять не протупил где-то, и в этот раз из-за моей тупости пострадало качество записи экрана. Ну, думаю, вы потерпите. Эээ, я вряд ли сейчас смогу найти то голосовое сообщение, поэтому вот давайте я прям тут покажу вам, как он звучит. Понятное дело, я не оставлял всё так, как есть, потому что, ну, нужно было подогнать по этому... как он... по темпу. Да, кстати, BPM-137. В общем, я нарезал эту колбасе, не получилось что-то наподобие этого. Вроде нормально, теперь переходим к драм-партии, потому что... вы думали, тут будет ещё дополнительная мелодия? Вы за кого меня принимаете? Я же всё-таки битмейкер, а не музыкант. Хотя даже битмейкером меня назвать сложно. Короче, сначала идёт клэп. Теперь хай-хэт. Да, я добавил реверп, потому что без него прям совсем сухо звучало. Дальше идёт очень сложная партия опен-хэта, вот так вот звучит. Ну, короче, вы поняли. Вот такой рем-шот тут есть. Теперь идёт кик. Ну, а сейчас идёт самое сложное, это бас. Потому что его нужно написать в тон. А если ты умеешь писать его в тон, то ты уже не битмейкер. Потому что каждый битмейкер должен написать бас не в тон, это обязательно. А тут мало того, что нужно написать бас в тон, его ещё и нужно прописать в тон к смеху. То есть нужно узнать тональность смеха. Из чего я вообще взял, что она есть. То есть перед тем, как отправлять голосовое сообщение, мой друг такой, в какой бы тональности посмеяться, в доминоре, пожалуй. Блин, нет, там одна нота промахнулся, она не входит в доминор, нужно заново. Ну, вот так вот нормально. С чего я взял, что всё было так. В общем, нужно прописать бас в тон к смеху. Я не знаю, получилось ли у меня это сделать, но послушайте. И да, возможно, если вы смотрите с телефона, то вам не слышно бас. Специально для вас я сейчас сделаю его, ну, чуть-чуть погромче. А те, кто смотрят наушниках, то, ну, потерпите. Но он там, ну, не слишком громкий, в общем, будет. Вот, надеюсь, вы не оглохли. По обработкам тут вообще ничего сложного нету, потому что, ну, как бы, вот эквалайзер тут, всякие расширители, дилей, ревербы. На мастере, конечно же, висит очень много эффектов. Я над мастером очень сильно постарался, два дня на это потратил. Ну, показывать я вам, конечно же, не буду. Ну, ладно, покажу. Ну, вот так вот, нормально, я думаю. Тут есть также три клипа автоматизации. Они там для эквалайзера, для дилея, для реверба вроде. А звуковые эффекты ещё есть вот наподобие вот этого. Ну и, конечно же, мой войстек, который я непонятно зачем сделал, ведь я даже биты не продаю. Ну и вот так вот, вроде всё, больше ничего нету. Сейчас я дам вам послушать небольшой отрывок из этого бита, а полную версию я, наверное, на втором канале выложу. Ссылка в описании есть, там можете послушать, если интересно. Ну и всё, на этом ролик закончен. Слушайте бит, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok